Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В первую очередь это мониторинг Жизнеспособность вашего проекта Если у вас нет данных, вы слепы, вы ничего не можете сделать со своим проектом Это труба Далее нам нужно Давать ответы на вопросы бизнеса Потому что технические метрики техническими Но бизнес тоже заинтересован в каких-то показателях Их себе надо считать И наконец, штука, которая мне больше всего нравится Я ее держу для себя девизом Что хочешь что-то улучшить, измерь это А мы как инженеры Мы должны стремиться к тому, чтобы улучшать наши продукты Но в первую очередь, конечно, это бизнес Это его Его ответы на вопросы бизнеса Жизненный цикл статистики Я определю четырьмя пунктами Это define, collect, процесс и презент И про каждый из них мы сейчас будем отдельно разговаривать Начнем с фазы define Что вообще мы собираем в приложении Это бизнес-метрики То есть если у вас фоточный сервис Наверное, вам будет интересно Сколько у вас фотографий в день занимают Заливают в час и так далее И так далее и тому подобное Есть такие полутехнические метрики Например, насколько ваше мобильное приложение Или ваш сайт отзывчивый То есть как ваша API работает Насколько быстро пользователь взаимодействует С вашим сайтом какой у него UX и так далее Ну и наконец, это самая классная штука Трекинг-поведение Ну то есть если мы говорим про системы типа Google Analytics, Яндекс Метрика и так далее Вот у нас тоже это есть И оно свое, классное И мы очень сильно инвестируем в это Тут интересная штука Что в процессе работы с статистикой Очень много пользователей Это разработчики, это бизнес, это аналитики и так далее И важно, чтобы все разговаривали на одном языке Поэтому надо договариваться Договариваться можно устно Но гораздо круче, когда это происходит В какой-то формальной форме А именно в четкой структуре событий То есть мы говорим о том, что Когда Василий говорит Сколько у нас регистраций? Аналитик понимает, что разработчики Предоставили ему информацию о том, сколько у нас регистраций Не только в общем, но и в той или иной стране Какая у нас разбивка по полу и так далее И тому подобное И вся эта информация, она формализована Мы вот, например, у себя храним эту информацию В protocol buffers формате То есть у нас есть события регистрации Там есть пользователь У него есть пол Есть какое-то время, когда событие случилось Есть страна, в которой зарегистрировался пользователь То есть эта информация доступна аналитикам В дальнейшем и бизнес понимает, что мы вообще собираем И что интересно, эта штука красной нитью Потом пронизывается еще в описание бизнес-логики То есть, например, у нас есть внутренняя система Описание бизнес-процессов И вот у нас есть скрин И о том, что у нас есть новая фича И в продукт-рекуарном документе Есть секция о том, что когда пользователь Взаимодействует приложение таким образом Мы должны еще до кучи отправить ивент И точно такими вот параметрами И впоследствии мы сможем валидировать Насколько наши фичи хорошо работают И очень крутая штука Что наличие такого формального описания Позволяет нам в дальнейшем Иметь представление о том, как эти данные Сохранить в той или иной базе данных Неважно, пока это новые, SQL, SQL и так далее В принципе, у нас есть схема данных И это очень круто В принципе, если у вас не очень много событий Например, я слышал в некоторых аналитических системах Которые представляются как сервис В подноготной То есть, хранилище непосредственно Там около 15, например, событий у нас Это число сейчас доросло до более чем тысячи И не собираются останавливаться И, соответственно, без какого-то единого реестра Жить невозможно Давайте подведем итог нашей первой фазы То есть, мы решили, да, ребят, мы понимаем, что статистика – это важно И мы описали некую предметную область И это уже прям некий вин С этим можно жить дальше и ехать Давайте рассмотрим фразу collect То есть, сбор данных Мы, в принципе, для себя решили строить систему таким образом Что, когда у нас происходит какое-то бизнес-событие То есть, регистрация, отправка сообщения, лайк и так далее То одновременно с тем, что мы куда-то сохраняем эту информацию Мы еще отдельно кидаем Кидаем, будем использовать этот термин Некое статистическое событие И оно обрабатывается совершенно независимо от хранилища данных В которых работает приложение То есть, например, еще раз Как в коде это выглядит Значит, у нас есть описание событий регистрации И автоматически у нас генерируется API Доступная пользователям, разработчикам из кода Которые в четыре строчки позволяют отправить статистику Это внешняя наша система Почему мы так делаем? Потому что у нас есть, например, какие-то невероятные сервисы Которые предоставляют нам API для работы с данными о фотографиях Еще чем-то И они все хранят данные Вот я, например, взял какие-то две классные новомодные базы RSPy и KocroachDB Они хранят данные там BI, когда захочет построить репортинг какой-то Ему не надо будет ходить и побираться Ой, ребята, сколько у вас тут этого, сколько у вас тут этого У нас все данные едут отдельным флоу То есть, мы должны из контекста приложения Отвязать все эти данные И отправить куда-то дальше в отдельный пайплайн То есть, когда мы говорим про фазу коллег Значит, у нас есть наши аппликейшн сервера У нас это, например, PHP У кого, например, кстати, еще PHP есть? Поднимите по росту руки Нас мало, но мы в тельнягах Вот, мы с вами сейчас рассмотрим фазу Как из нашего аппликейшн сервера В какой-то black box наша статистика дальше поедет Мы будем называть эту штуку транспортом Наверняка многие из вас уже догадываются О чем будет речь дальше идти Значит, суть в том, что транспорт Это некая подсистема, которая нам позволит Вот это вот, то, что мы выдернули из контекста приложения Отправить в другой пайплайн Он выбирается исключительно Из ваших требований То есть, какая у вас ситуация в проекте Есть такие характеристики, как гарантия доставки То есть наверняка все слышали At least once, exact once и прочее Значит, эта характеристика транспорта Выбирается под ваши задачи статистики Насколько вам эти данные важны То есть, очевидно, что какие-то биллинговые данные Недопустимо, чтобы у вас транзакции В статистике отображались больше, чем их есть Ну, потому что это тупо деньги Ну, нельзя никак Опять же, с транспортом надо как взаимодействовать Соответственно, его надо выбрать под язык На котором написан проект И раз мы говорим про какие-то миллионы в секунду То хорошо бы держать где-то в уме О том факт того, что мы будем это масштабировать в дальнейшем Вариантов овер до хрена База данных, в которых приложение хранит свои данные Это какие-нибудь Flume, Fluent D Это Kafka, про которую, разумеется, уже не первый год рассказывают Но поскольку мы абсолютно упоротые Мы используем LSD Это наш путь особый и свой ЛSD, это не имеет ничего общего с какими-то запрещенными веществами Это просто живой стриминговый демон Который очень быстрый Который не представляет какого-то агента Для того, чтобы в него записать Мы его умеем тюнить и так далее До кучи у нас существуют интеграции с какими-то другими системами Такими как HDFS, Kafka и так далее То есть мы можем отправленные данные перестримливать куда-то И прочее, прочее И самое классное, что это open source от компании Badoo Соответственно, нет повода не доверять этому программному обеспечению Разумеется, если бы это был такой идеальный демон То вместо Kafka мы бы на каждой конференции обсуждали LSD У нас есть свои constraints, с которыми мы живем Которые под наши нужды нас устраивают В частности, у LSD нет поддержки репликаций И гарантия доставки у него at least once То есть, опять же, если мы говорим про деньги То, наверное, это будет не самый подходящийся транспорт Но, в принципе, как на какой-то конференции говорили Что с деньгами надо обращаться исключительно через революционные базы данных Через кислотный ACID Итак, подведем итог фазы коллект Мы на основании результатов из предыдущей серии Получили формальное описание наших данных Мы из них сгенерировали отличный API Удобный для разработчиков И, наконец, мы придумали, как эти данные транспортировать Из контекста приложения в какой-то отдельный пайплайн В принципе, уже неплохо И сейчас мы будем подходить к фазе, которая называется процесс То есть, мы что-то насобирали Да, все знают о том, что у нас существуют регистрации Оплоуды, фоток, голосовалки и прочее Что же с этим и добром всем делать? Что мы хотим из этих данных получить? Ну, мы хотим построить графики Потому что график – это такая штука, которую все понимают Смотрят, понятно В общем, не надо быть разработчиком Доход компании растет На графике это видно Все счастливы И, разумеется, для каких-то более сложных случаев Наши аналитики захотят выполнять Аналитические запросы на этих данных То есть, и тот функционал нам нужен Графики бывают такие С какими-то разбивками Графики бывают с большой историей Годами То есть, у нас, например, есть данные График, у которого история более 10 лет То есть, надо понимать, что Это достаточно длинная и интересная история Графики бывают даже вот такие Это результат какого-то АБ-теста И он удивительно похож на здание Крайслера Как же мы будем рисовать график? Ну, тут у нас есть два стула, два способа Есть вариант Каждый раз, когда мы рисуем график Запрашивать какие-то сырые данные Есть вариант рисовать графики Из какого-то тайм-серии стороджа И тот подход обладает своими достатками И достоинствами Которые мы сейчас не будем останавливаться подробно Но я скажу, что, поскольку я упоминал, что нам нужно и то, и то То есть, мы будем использовать гибридный подход Когда мы будем какой-то кусок данных держать Для оперативного репортинга И для долговечности у нас будет тайм-серийс Стоит заметить, вот я говорю У нас там 1,8 миллионов в секунду Да, но это довольно долгая история Это РПС не случился в один день И Баду эта компания с более чем 10 летней историей И этот путь мы прошли Это не был какой-то скачок и так далее Как это все эволюционировало У нас было ничего Мы что-то начали собирать У нас получилось, например, 5000 событий в секунду В принципе, положа руку на сердце С этой задачей справится любая религиозная СВД И с ней будет комфортно У вас будет транзакционность У вас будут класть эти данные Потом по ним запросы Все классно, все довольно неплохо Потом мы так жили какое-то время Разумеется, в какой-то момент случился функциональный шардинг Когда данные о регистрациях сюда О фотках сюда Так мы дожили до примерно 200 тысяч событий в секунду Мы начали применять всякие комбинированные подходы О том, что мы начали уже хранить не сырые данные, а а агрегированные Но пока еще в пределах религиозной базы данных Ну и когда мы говорим о том, что мы храним счетчики То суть большинства реализационных баз данных такая Что на этих данных потом невозможно будет выполнить дистинкт запрос Потому что алгебраическая модель счетчиков такова, что дистинкт там не посчитаешь У нас в BADU есть девиз unstoppable force И в этом случае мы его тоже придерживались Мы не собирались останавливаться Мы росли дальше В этот момент, когда мы перешагнули порог в 200 тысяч событий в секунду Мы приняли решение о формальном описании Которого я говорил раньше Потому что раньше был хаос Некий терм получили структурированный реестр событий Мы начали скейлить нашу систему Мы подключили Hadoop Все данные легли у нас в некий хайв таблицы Кто понимает, что такое Hadoop и хайв Поднимите, пожалуйста, руку В общем, это Hadoop, огромный программный комплекс Файловая система и так далее Для распределенных вычислений Есть штука, которая говорит Вот сюда положите мне данные Я вам позволю выполнять аналитические запросы на них Так мы и сделали Мы написали регулярный расчет всех графиков Классно, но график такая штука Они имеют ценность, когда они достаточно оперативно обновляются То есть если мы раз в день смотрим какое-то обновление графика Это не так весело И если мы разложили какой-то фатал, не дай бог, на продакшн То мы хотели бы увидеть сразу падение графика, а не через день Поэтому, разумеется, вся эта штука Через какое-то время начала деградировать Но, в принципе, мы вкусили уже эту тему с Ява Миром и так далее Потому что в Баду как бы это PHP Agnostic Company, а не Ява Для нас Ява была в новинку Нам понравилось Мы поняли, что можно что-то как-то по-другому сделать Мы заменили Hadoop в чистом виде И Hive как исполнитель аналитических запросов На приблуду под названием Spark Дико упарывались в нее Я еще три года назад рассказывал про то, как мы это сделали И тогда нам казалось, что эта штука будет жить вечно И никто никогда не умрет Но жизнь распорядилась по-другому И мы стали упираться в некие ограничения В принципе Hadoop в нашем случае То есть, возможно, если бы у нас были какие-то другие условия То мы бы продолжали жить так с Hadoop Но мы упирались в то, что помимо вычислений графиков На Hadoop аналитики гоняют свои неимоверные четырехэтажные SQL-запросы Графики у нас обновляются небыстро Мы упирались в то, что там довольно такая хитрая работа С тем, чтобы оперативно процессить данные То есть быстро, реалтаймово, круто Чисто наша тема о том, что у нас есть Hadoop обслуживается двумя дата-центрами Эти два дата-центра расположены по двум сторонам От Латинческого океана То есть в Европе и в Северной Америке И для того, чтобы построить единые какие-то репортинги Надо данные из Америки прислать в Европу Потому что в Европе у нас дата-центр больше Там больше вычислительных мощностей И весь общет статистики ведется там К слову, раунд-трип между дата-центрами Порядка 200 миллисекунд Что говорит о том, что сеть, она такая довольно нежная То есть это не то же самое, что сходить в соседнюю стойку И опять же, когда мы начали делать эту классную формализацию ивентов И разработчики, и продукты втянулись Всем это все понравилось У нас начался просто взрывной рост ивентов И мы понимали, что надо покупать железо в кластер А мы этого не особо хотим делать Вот мы прошли этот пик 800 событий в секунду Мы узнали, что Яндекс.Опенсорсил такой офигенный продукт, как Кликхаус Мы решили его попробовать Мы набили вагон шишек на нем, пока что-то пытались сделать И в результате, когда все завелось, мы начали пить шампанское Примерно вот так Это наш первый миллион То есть мы небольшой фуршетик по поводу первого миллиона Устроили Ну, наверное, на этом можно было бы и заканчивать доклад Просто возьмите Кликхаус и живите с ним Но это не столь интересно Напоминаю, мы все-таки разговариваем по-прежнему по процессе данных Если мы вдруг переключились с контекста Про Кликхаус, я думаю, не стоит рассказывать Это хайп последние два года На хайлоуде в этом году тоже порядка пяти докладов Семинары, вебинары и прочее То есть суть в том, что этот инструмент предназначен для решения Таких задач, которые мы перед собой поставили Там есть реал-тайм апдейты Там есть те фишки, которые мы получили в свое время от Хадупа Такие как репликация данных, шарпинг и так далее И не было повода не попробовать инструмент Потому что мы понимали, что с реализацией на Хадупе мы уже пробили дно Да, инструмент классный Документация вообще огонь Я сам туда писал Прям очень нравится, все здорово Но нам надо решить ряд вопросов А именно, как же мы все-таки наш весь поток событий переложим в Кликхаус Как мы будем мерзть данные из двух дата-центров Потому что от того, что мы пришли к админам и сказали Ребята, давайте засетапим нам Кликхаус Они не сказали, о, давайте, ребята, раз у вас теперь не Хадупа Кликхаус Мы теперь вам сеть в два раза толще сделаем И лепности в два раза меньше Нет, сеть у нас по-прежнему такая же тоненькая Маленькая, как первая зарплата И нам надо как-то понять Вот у нас был на Хадупе что-то Мы как-то понимали, как из этого рисовать графики А как мы с Кликхауса этого волшебного будем рисовать графики Знаете, как говорит лектор в институте Рассмотрим три схемы данных Стратегическую, физическую и логическую Про что речь? У нас два дата-центра Что делать? Мы узнали, что Кликхаус умеет В общем-то, ничего не знать про дата-центры И мы просто сетапили в одном дата-центре кластер, в другом Они, данные не переезжают через кросс-атлантический кабель То есть все данные, которые произошли в дата-центре Хранятся локально в своем кластере А когда нам надо произвести запрос над объединенными данными То есть мы хотим узнать, сколько у нас регистрации случилось И в этом, и в этом дата-центре Кликхаус нам дает такую возможность Это просто, это шедевр Это отлично Физическая схема хранения Как наши данные лягут в революционную модель Кликхауса Что нам надо сделать, чтобы не потерять репликацию, шардинг и прочее На самом деле в документации про Кликхаус это довольно обширно написано То есть просто если у вас больше, чем один сервер Вы, разумеется, наткнетесь на эту статью Поэтому мы не будем здесь сильно углубляться Потому что, в общем, все есть Репликация, шардинг и запросы ко всем этим данным по шардам Все это есть, все это есть в мануале Логическая схема, это самое интересное Мы говорим о том, что мы в одном пайплайне Обрабатываем гидрогенные венты Что это означает? Что у нас есть регистрации, у нас есть голоса У нас есть заливки фотографий У нас есть технические метрики У нас есть трекинг поведения пользователей Все эти события обладают совершенно разными атрибутами То есть, например, я посмотрел какой-то экран на мобилке Мне нужна ID-шник экрана Я за кого-то проголосовал Мне надо понимать, голос был yes, no и так далее Все эти события обладают разными атрибутами У них совершенно разные графики по ним рисуются Но все это надо обрабатывать в едином пайплайне Как это засунуть в модель ClickHouse? Первый подход, который мы экстраполировали с того опыта, который у нас был с MySQL Это мы создавали под каждый ивент в ClickHouse табличку Звучит довольно логично Ивент, таблица Все пока норм Но мы тут натолкнулись на ряд сложностей В частности, у нас нет ограничений на то, что событие у нас изменит свою структуру Когда выйдет сегодняшний билд Нет, это может сделать любой разработчик Под чем То есть у нас схема вообще во все стороны Мутабельная и так далее То есть у нас и required поля Единственное, это типа таймстэмп события Ну и что за событие было Все остальное меняется на лету И, соответственно, эти таблички нам надо будет альтерить, чтобы туда засунуть В ClickHouse даже есть возможность выполнять альтер на кластере Но по факту эта процедура довольно нежная И ее довольно сложно автоматизировать, чтобы оно работало безотказно Поэтому это минус Дальше этот паттерн, когда мы говорили о том, что у нас более тысячи различных ивентов Дает нам высокий insert rate на одну машину То есть нам надо все данные постоянно запихивать в тысячу таблиц И по факту это антипаттерн для ClickHouse Потому что он любит, как девиз, колы или пепси Живи большими глотками У ClickHouse девиз суй большими батчами Если этого не делать, то у нас захлебывается репликация У нас ClickHouse отказывается принимать новые вставки И в общем это довольно поганая схема Сибирские мужики попробовали подсунуть бензопиле рельсу И применить другую модель данных Мы делаем огромную таблицу с тысячей колонок Где у каждого ивента зарезервированы какие-то колонки под его данные У нас получается огромная-огромная таблица И к счастью это не вышло дальше разработческой среды Потому что оно уже с первых вставок показало, что оно абсолютно поганое И мы конечно же так делать не будем Но все-таки хочется такой классный инструмент Ну блин, ну чуть-чуть, ну чуть-чуть еще, вот чуть-чуть что-то допилить И будет оно Да Третий подход, это у нас есть одна огромная таблица В которой мы храним данные в массивах Потому что ClickHouse поддерживает нескалярные типы данных То есть мы заводим колонку, в которой у нас будет храниться название атрибутов И у нас будет отдельная колонка с массивом, в котором хранятся значения атрибутов Классно Вообще на вставку рвет в усмерть То есть ClickHouse здесь свою задачу выполняет более чем То есть если бы нам надо было только вставлять, мы бы наверное еще раз в 10 на текущей инсталляции выжили Однако ложка дегтя в том, что это тоже антипаттерн для ClickHouse Не надо хранить массивы строк Это плохо, потому что они хуже жмутся, чем простые колонки Они сложнее в обработке Но для нашей задачи мы этим всем поступаемся И нам это довольно хорошо Как мы будем селектить из такой таблицы? Значит у нас задача посчитать регистрации, сгруппированные по полу Нам надо сначала в одном массиве найти, какая позиция соответствует колонке gender Потом в другую колонку залезть с этим индексом и достать данные Что мы дальше будем делать? Как мы рисовать графики с этих данных? Поскольку у нас ивенты все, как я уже сказал, описаны У них есть строгая структура и так далее Мы каждому типа события формируем такой четырехэтажный SQL-запрос Выполняем его и результат сохраняем в какую-то другую табличку Это работало прям классно, мы даже шампанское успели попить, когда миллион взяли Но до определенного момента, исключительно из-за дизайна таблицы Какие у нас здесь есть проблемы? Проблема в том, что для того, чтобы рисовать две соседние точки на графике Нам надо отсканировать всю таблицу То есть, например, мы смотрим регистрации за сутки Это событие от верхней самой строки до предпоследней Отлично, просканировали один раз Потом через пять минут мы хотим нарисовать новую точку на графике Мы опять сканируем диапазон данных, который пересекается И так делается для каждого ивента и так далее И выглядит как будто это не очень здорово Ну, звучит логично, но нездорово И плюс ко всему, когда мы берем какие-то строки Нам надо еще считать результаты под агрегацией То есть, у нас есть факт о том, что раб божий зарегистрировался в Скандинавии и был мужчиной И нам надо сводную статистику посчитать Сколько у нас всего было регистрации, сколько мужчин, сколько людей из Норвегии Это называется в терминах аналитических баз данных Roll-up, cubes и groping sets То есть, нам надо одну строчку превратить в более чем одну К счастью, в Playhouse существует инструмент для решения этой проблемы А именно, мы можем использовать сериализованное состояние агрегатных функций Что это означает? Это означает, что мы можем какой-то кусочек данных просканировать один раз Только и сохранить эти результаты Это прям киллер фича И очень круто, что когда мы три года назад сделали точно такое же на Spark и Hadoop Что параллельно с нами лучшие умы Яндекса делали в Clickhouse такую фичу Вот у нас есть медленный запрос Посчитать уникальных юзеров за сегодня и вчера Как это выражается в физическом плане? Мы можем выселектить состояние за вчерашний день Получить вебинарное представление Куда-то сохранить Для сегодняшнего дня у нас просто меняется условие Что это будет today Ну и timestamp мы назовем xxx и yyy Потом мы из таблицы с этими бинарными данными Селектим и получаем в итоге циферку О том, сколько у нас было людей вчера и сегодня Ну в смысле за два дня, извините То есть тактика такова Мы квантуем время на какие-то минуты Мы над данными за минуту выполняем этот запрос Получаем результаты агрегатных функций В сериализованном виде и потом их мержим То есть, соответственно, за сутки мы Не сканируем все ивенты за сутки А мержим там какое-то количество Часовых и минутных промежуточных результатов Эта техника позволила нам Снизить время обработки в разы Точных цифр не скажу, но Оно помогло нам выжить Потому что когда мы сказали, что Ребята, мы теперь классно на клейхаусе все считаем Люди сказали, о, теперь вам можно еще ивентиков налить Ну давайте сейчас посмотрим на вас Как мы будем хранить эти результаты Опять же, как мы помним, если у нас будет тысяча таблиц Это не очень хорошо Поэтому результаты агрегации тоже надо сливать в одну таблицу Мы в ней будем хранить имена агрегатных функций И значения их, то есть тоже опять два массива Преимуществом этой таблицы, помимо всего прочего Является то, что, в принципе, к ней можно написать SQL-запрос Который позволит аналитикам над этими результатами поколдовать То есть да, классно, они могут любые запросы выполнить над исходными данными Но результаты агрегаций тоже это очень полезная информация Но и мы не забываем о том, что нам как-то надо рисовать Time Series Как мы это реализуем? Реализуем мы это посредством функционала материализованных представлений То есть что это означает? Как только мы вставляем в нашу таблицу У нас срабатывает триггер, который в другую таблицу Переназначенную чисто для Time Series делает вставку Табличка для Time Series тупорылая до невозможности Потому что Time Series только так и делается Колонка с датой, колонка с именем метрики Колонка с точным таймстемпом И колонка со значением, собственно, какая точка на графике будет сделана То есть когда мы вставляем результат выполнения агрегации Над каким-то конкретным ивентом У нас срабатывает триггер, который выглядит следующим образом Нам надо получить имя метрики Из той таблички, которую я показывал с массивами Взять от него хэш Это очень важный момент Очень важный момент о том, что в отличие от большинства баз данных Мы не храним здесь текстовое представление метрики Мы берем от него хэш Хэш это круто Хэш занимает меньше места Да, у него возможны коллизии Но в Клихаусе существуют хэш функции Которые дают очень крутое распределение И мы их радостно используем Я не влезаю в математику Какая там вероятность коллизии Я просто вижу, что оно работает и работает круто Когда нам надо получить данные Опять же, мы на клиенте не знаем Реальное значение этого хэша Мы тоже его отдаем на откуп Клихаусу То есть мы говорим Вот тебе, как с точки зрения нас Кажется, эта метрика выглядит То есть регистрация мужчин А ты, пожалуйста, поколдуй и сделай из него хэшик Эта штука дает нам выборку Time Series за 2 недели То есть точки за 2 недели Для порядка 20 метрик За 20-80 миллисекунд Это очень крутой результат И такая схема хранения В Клихаусе есть функционал Graphite Merge 3 Который позволяет нам хранить Time Series Но этот подход, он еще круче Он еще более производительный Какие у нас параметры системы процессинга У нас есть 8 серверов Из которых 6 в дата-центре в Европе 2 в Америке То есть у нас replication factor 2 У нас в одном шарде 2 сервера, нам этого достаточно В пике мы процессим 1,8 миллионов событий в секунду И выходная мощность системы Это 500 тысяч Представляете, нам влетает 1,8 миллионов И мы удремяемся его усиливать И выдавать 500 тысяч метрик в секунду И всего наша система знает Про порядка 1 миллиард метрик Какие у нас были последствия Переходы с ходу? Исключительно позитивные У нас latency снизилась в 2 раза То есть мы стали точки на графиках Рисовать в 2 раза чаще Мы сэкономили 3 раза по памяти И 4 раза по CPU По-моему это очень внушительный результат И прям кипятком плакали Когда все это случилось Итоги нашей фазы Процесс, то есть обработки данных Мы научились поэтапно Выбирать технологии под нашу задачу Это не значит, что вы выйдете с доклада И тут же прибежите к себе Начнете писать 3000 событий в секунду И возьмете кликхаус Да, возможно, но возможно Это будет оверкилом под вас Мы научились выбирать Вы узнали, как мы проходили этот путь Мы выбрали кликхаус И пока что Мы не нащупали его пределов То есть я уверен, что Наша модель, которую мы сейчас используем Позволит нам скейлиться И дальше По моим оценкам Эти 8 серверов Позволят нам пережить Пик в порядка 3-4 миллиона событий Без докидывания железа Дальше понятно С железом можно решать Проблемы Презент Что мы будем делать со всем этим добром? Что с этими данными Произойдет дальше? Кто с ними будет работать? И так далее Ну, разумеется Мы говорили про Time Series Мы нарисуем Time Series У нас будут дашбордики Где разные люди из компании Будут что-то смотреть И писать друг другу вопросы А почему здесь так, а почему здесь так У нас будет штука под названием Drop Detection Суть в том, что Нехитрым SQL-запросом К таблице с результатами Которые мы посчитали По ивентам Мы можем выявить Самое интересное Самое необычное поведение метрик Это пока никакой неаномалит детекшн Это просто сравнение Нескольких точек на графике То есть у нас есть инструмент Который нам рассказывает о том Что вот Голоса за профили просели На 2% в таком разрезе А в таком разрезе выросли на 40 И среди всех метрик Которые там случились По этому ивенту Их может быть там Десятки и сотни тысяч Это наиболее значимые изменения Это все прикольно Да, мониторинг можно построить Можно задать тэш-холды и так далее Но хочется чего-то большего Лучшего Теплого И поэтому приходит Аномали детекшн Аномали детекшн Это система Которая берет Эти тайм-сириес данные У нас есть Как мы уже говорили о том Что они у нас иерархические То есть у нас есть регистрация Регистрации здесь Регистрации в мужчин В Скандинавии и так далее Для каждой из метрик То есть для каждой тайм-сириес Точки мы Для каждой тайм-сириес Графика мы Высчитываем предсказания И трэш-холд И в случае Если актуальное поведение Метрики выходит за трэш-холд Мы производим алертинг То есть мы еще Ранжируем Примерно как делает Дроп детекшн То есть наиболее интересные Аномалии Наиболее значимые То мы Производим алертинг Ну и примерно Вот так выглядит наш UI Тоже опять же Аномалии отсортированы По весу Вот есть Какой-то Аутлайер Который вылез За ширину Дверительного интервала Серенькой области И это очень круто Этим пользуются И продукты И разработчики То есть это система Которые Тоже company-wide То есть это не что-то Которое придумали Чужие для хищников Этим пользуются все В итоге Чем мы научились В фазе present На основании Охренительных Технологий Которые мы применили В прошлом шаге У нас появилась возможность Рисовать графики У нас появилась возможность Отделу мониторинга Настроить алертинг На основании жестких правил Которые задают разработчики То есть Если эта метрика падает Ниже тысячи Алярм Если эта метрика Отлична от нуля Алярм Все это есть Все это нам позволяет Storage Мы прикрутили Наш anomaly detection И кстати да Еще одна штука Которую забыл упомянуть У нас раньше Anomaly detection У него отдельная Какая-то своя структура данных Таблички с колоночками И так далее Раньше она у нас жила В аналитической системе Exosol Теперь его данные Также хранятся в кликаусе То есть мы еще И побочную задачу Решили И этот переход Позволил нам Также ускорить Процесс anomaly detection В два раза То есть Просто сменив базу И наконец Заключительная фаза Морализованского балета Мы с вами узнали Зачем нужно собирать Статистику в проекте Мы рассмотрели Техники сбора Которые мы можем Применить для этого И мы рассмотрели Как поэтапно Изменять свой стек технологии Как мы его прошли Мы узнали Какие инструменты Можно построить На базе этих данных То есть Что дальше С этими данными делать Пожалуй все Спасибо большое За ваше внимание Я готов ответить На ваши вопросы И у тебя прямо Полчаса на вопросы Ответы Друзья Как это говорят Друзья не уходите Давайте поговорим Ручки в небо Это все кому пописать Вот сейчас там Наверху Впервые сегодня Галерка задает вопрос Здравствуйте Спасибо за доклад Скажите пожалуйста Вы скейлили Кликхаус Или вы изначально Запустили Эту конфигурацию Которую у вас сейчас Мы скейлили С Сейчас скажу С 4 до 8 минут Мы скейлили Тогда насущный вопрос В интернете Пока еще мало Рассказывают Об успешных скейлах Как вы решардились Мы решардились Так что у нас Логика вставки В кликхаус Она нам подконтрольная У нас Прописаны Жестко пока что Хосты Которые нам доступны То есть нет никакой Автоматической оркестрации И сервис дискавери И прочего И мы просто добавляли Вес шарду Что в этот шар Надо больше данных лить И когда данные Равномерно стали Вы весом Да Спустя какое-то время Просто выровняли вес Хорошо Спасибо И второй вопрос У вас на слайде С шампанским Было 5 бутылок И всего один бокал 5 бутылок И всего один график Бокал Всего один бокал А так это самый Мама Это же только для фото Ну то есть понятно Что там одним шампанский Дело не ограничилось И одним бокалом Спасибо Прямо из горла Кликхауса Будьте добры Здравствуйте Вопрос такой Как вы структурируете События Для того чтобы Дальше их использовать Как мы структурируем Ну как я показывал Пример Что у нас Описание событий Хранится в протобафе И здесь Как бы две ветви У нас есть Одна ветвь Это разработчики Прямо в коде В репозитории Описывают протофайлы Из них генерится опишка И так далее Другой путь Это наша система Трекинга Пользовательских событий Там есть отдельный Отдел аналитиков Потому что Эта информация Очень нежная И Она доносится До клиентов То есть надо прийти К соглашению Между всеми Мобильными платформами То есть у нас их четыре О том Как отправлять данные Какой им контекст доступен И так далее Вот И поэтому там Вовлекаются Специальные аналитики И у них UI В котором они Описывают события То есть изначально Команда какая-то Анализирует Как события Будут структурированы И так далее Как я уже говорил Когда приходит От продуктового отдела Требования на разработку Новую фичу Там обязательным пунктом Является трекинг И вот Поскольку фича Как правило Аффектит Через UI Взаимодействие Пользователя И так далее То там понятно Что когда Пользователь посмотрел Такой экран Должно отправиться События С таким-то контекстом И вот этот вот Контекст Который должен Должны будут Заимплементить Мобильные разработчики Отписывает отдельная команда Да Про продуктов Аналитиков Спасибо Вот Еще выше Смотрите Здравствуйте Хотел задать Такой вопрос Каким образом У вас реализовано Чтение данных Из LSD А сборка Батча для Кликхауса Это прям Это прям Отличный вопрос Значит LSD квантует Весь Поток данных На файлике То есть В конечном итоге У нас в некой директории Получается Файлик там Один Два Три И так далее Какого-то Либо фиксированного Размера Либо Ну а-ля LogRotate То есть Вот У нас есть Приложуха на Java Которая Читает эти файлики И по протоколу RowBinary Записывает данные В Кликхаус В Кликхаусе У нас в табличке С фактами То есть С ивентами Для каждого ивента Хранится имя файла Откуда он был Прочтен И раньше мы хранили Прям Позицию из файла То есть Строчка номер такая Это у каждого ивента Соответственно У нас Кликхаус гарантирует Нам атомарность Вставки Вплоть до Какой-то Ну там Например Миллион ивентов В файлике у нас Может быть Больше чем Миллион ивентов Поэтому мы вставляем В ивенты Вставляем еще Позицию Последнюю Вставленную Мы поняли Что это довольно Поганый подход И на самом деле Нам не нужно Для каждого ивента Слать И мы знаем Что Кликхаус Например нам гарантирует Вставку Вплоть до миллиона Поэтому мы Для всех ивентов Пишем туда нули А для одного Единственного Суррогатного ивента Пишем позицию Из файла Которую мы прочитали Таким образом Мы там снизили Типа на Порядка Пятнадцати процентов Хранения То есть Ивент Файл Из которого он был вставлен И позиция файля Ну то есть Это условно Какая-то софтина Разработанная Вашей компанией Которая работает На сервере с LSD Читает файлы И засовывает Приложуха для инсерта Да это чисто Своя Но на самом деле Если бы я делал Это на кавке То я бы сделал Абсолютно точно так же Я бы писал туда Оффсет из кавки И Ну Партицию Например Ну то есть Здесь оно не сильно LSD dependent Спасибо Спасибо Здравствуйте Вопрос По поводу хранения истории Какой объем вы храните Где вы его храните И Ну там То есть В терабайтах В миллиардах Ну вот Дисковая емкость Кликхауса У нас Исчисляется Терабайтами То есть Ну в день Нам по-моему Около Боюсь соврать По-моему Около терабайта Сырых данных Приезжает И Ну они раскладываются Вот в таблицу С результатами В таймсириес И так далее Но Для таймсириеса Например Мы храним Две недели Вот этих вот Сырых данных А дальше У нас эти данные Уезжают В некий Свой Самопальный Таймсириес Стораж На кликхаусе Где выполняются Свертки Уже Ну то есть Когда мы Сворачиваем Данные В меньшее количество Точек Это происходит Не в кликхаусе В кликхаусе Это вот Для оперативного Репортига Чтобы графики Быстро отдавались То есть Когда мы Раньше Мы их отдавали Из ломбтерн Таймсириес Стоража Когда мы Переделали на кликхаус У нас Типа Два дня За три дня За неделю А когда запрашиваешь За год Ну можно подождать Лишнюю секунду Слазить В долговременный Стораж Понял Спасибо большое Спасибо за доклад Добрый день Вопрос следующий Секундочку Спасибо за доклад Вопрос такой Вы упомянули Что ко всей этой кухне Прикручен еще Алертинг Это что-то самописное Какой-то open source Если самописное То не планируете ли За open source Ну смотрите На самом деле Алертинг До безобразия Простой У нас есть табличка В которой лежат Результаты Агрегаций Разработчик приходит В отдел мониторинга Говорит Я хочу чтобы Просмотры профилей Не знаю В таких там Топ 10 стран Не падали больше Чем на 10% Там за Последние там Не знаю За 30 минут Ну в общем Все из этого Рождается SQL запрос Который отдел мониторинга Регулярно посылает В кликхаус И получает Какую-то циферку Ну то есть Тут нету Как раз магии Просто прикол в том Что использование Такого инструмента Как кликхаус Нам позволяет Закрывать и потребности Мониторинга К этим штукам тоже То есть например Раньше подобные задачи У нас решались Когда он еще был жив Забыл В общем Какая-то просто штука Которая принимала На вход Таймсириус и говорила О, у вас тут отклонение И так далее Но она ничего не знала Про бизнес value Этого события Ну то есть Ну метрика Ну пошла вверх-вниз А что с ней Не очень понятно А тут SQL И разметка Этих данных Позволяет нам Всю эту информацию Вытягивать Select Из таблички С результатами Сейчас я ее найду У нас Вот Вот у нас есть Табличка с результатами Да У нас есть Dimension То есть Возраст и пол Например У нас есть Значение Mail 20 лет У нас есть метрика Что таких событий У нас случилось Там 100-500 Отдел мониторинга Говорит Мы хотим Чтобы Выселектить отсюда Данные У которых Предыдущая точка Была Там не 100-500 А Короче Сравнить предыдущую точку С текущей То есть Ну это делается Банальным SQL Запросом И Это происходит быстро Потому что Clickhouse сам себе Быстрый и классный Так Вторая попытка Говорят Что у Clickhouse Есть некие Проблемы С производительностью Джоинов Я правильно понимаю Что ваши Метрики Джоины Отличный вопрос Да Мы проектируем Ивенты Таким образом Что У нас отсутствует Необходимость Соединения Данных То есть У нас Каждый Селф-контейнт И весь его Контекст Достаточно Для того Чтобы Производить Агрегации На нем То есть У нас Нет необходимости Джоинить Ивенты Между собой Когда мы Это делаем Мы это делаем В аналитическом Хранилище Но в аналитическом Хранилище Помимо потока Ивентов У нас Там Куча другого Контекста Хранится А-ля Полный Профиль Полная Информация Профиля Пользователей Из Всяких Других Совершенно Разных Систем А-ля Биллинг И прочее Ну то есть Соединение У нас Выполняется В экзосоле Да Я ответил На второй вопрос Аналитическое Хранилище Это экзосол Верно? Это экзосол И третий вопрос Если позволите Я правильно понял Что вы В принципе Игнорируете Возможные потери Событий Для вас Это не критично У нас Разумеется Про это Есть Кроссчеки То есть У нас есть Источники Данных Которые У нас есть Источник данных Который нам Постоянно Посылает Хардбиты Значит И у нас Есть Некоторые Другие системы Через которые Мы производим Ну то есть Ивент улетает В систему Процессинга На кликхаусе Ивент улетает В систему Процессинга На mysql Которую я Описывал ранее То есть Мы ее никуда Не выкинули Все равно У нас есть Некий функционал Который Обрабатывается Через mysql И у нас Есть информация О том Что в принципе Отправка Отработал скрипт Который отправляет Хардбиты Мы сравниваем Между собой Эти три показателя И в общем-то Большую часть Времени Оно В Линию То есть Мы не видим Мы не детектили Потери То есть У нас есть Три независимых Источника Мы их сравниваем Между собой Да Если позволите Последний Самый вопрос Аналитическое Хранилище Кликхаус Вы В аналитическое Хранилище Льете Отдельным потоком Или вы Из кликхауса Неким По чему туда заливать Здесь немножко Бэкстейджа Осталась Следующая штука Как мы говорили Что у нас У ивента Есть некий Пейлот То есть Нагрузка По которой Мы рисуем графики Unique User ID Перцентили Какие-то И так далее Но помимо этого У ивента Еще есть куча Другой Трибухи Которая Не всегда нужна То есть Например Мы оперируем Когда мы говорим О том Что у нас Ивент содержит Юзера Мы не каждый раз Говорим Ага Юзер это Юзер ID Юзер это Кантри И так далее У нас есть Описание Что у нас Есть структура Юзер И каждый раз Когда разработчик Отправляет Ивент содержащий Юзер Там автоматически Доклеивается Возраст Страна Еще что-то Еще что-то То есть Эти данные Не нужны Прямо для того Чтобы нарисовать График Но они нужны Потом будут Для репортинга Это отдельный Стрим данных Который Едет не в Кликхаус Он едет в Хадуп И Из Хадуп У нас есть возможность Импорта этих Ивентов В аналитическое Хранилище То есть У нас Все во все Строено Кликхаус В Хадуп Туда-сюда Везде В общем Данные Умеют гоняться Между Экзасолом Кликхаусом И Хадуп Кликхаус Экзасол Да Хотел Уточнить Про агрегаты Про кого Извините Про агрегированные Кликхаусы Кликхауса Как они используются Только для Для графиков И аналитики И Можно ли их Пересчитывать Да Пересчитать Можно У нас есть возможность Либо мы можем Удалять Партицию Какую-то Либо мы можем Заюзать Новомодный функционал AlterTableDelete Который появился В Кликхаусе Не столь давно То есть Можно пересчитать Эти данные Да А в самом приложении Они как-то используются Или это Вот только графики И какая-то аналитика Ну Смотрите У нас есть графики Да Свой таймсириз Внутри Кликхауса И у нас есть Anomaly Detection На этих данных То есть Anomaly Detection Нужны размеченные метрики О том Что метрика Эта состоит На самом деле Из голосов Мужчин и женщин И мы Мы их Ранжируем В дальнейшем То есть Мы смотрим Вес Метрики Относительно Всего объема То есть У нас Иерархический Таймсириз Ну Как бы Ну вот так Используется Да Ну и для мониторинга Как я говорил Что мы селектим Данные по какому-то Критерию Ну то есть Ну условно говоря Найди мне Таймсириз С такими-то метками Ну то есть Это не какое-то Вечное хранилище Если вы говорите о том Если вы говорите о том Что лазают ли туда Прям отдел аналитиков Нет Потому что Как я сказал У них У них отдельный сторож Который Может инричить Эти данные Те данные Которые недоступны В момент отправки события Ну то есть Когда-либо Платил пользователь Или нет Применялись к нему Там не знаю Какие-нибудь Санкции антиспама Какая у него история Биллинга И так далее То есть в контексте Приложения Эта информация Не всегда доступна Поэтому она хорошо будет Сложные ресерчи Будут хорошо работать Только в аналитическом хранилище Спасибо Самый момент Сейчас поклониться В принципе Да? Уже можно? Да-да-да Друзья Спасибо, что пришли на наглад Отлично Спасибо тебе большое Скажи, кому мы книжку подарим За вопрос Молодой человек Который спрашивал Про вставку Где он? Вот он Молодой человек Который спрашивал Как вставлять Вот Книжка уже побежала наверх Вот эти Памятные призы Тебе Спасибо Спасибо большое Ну отличные штаны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому